Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас всех на моем канале. Спасибо, что заглянули, мне безумно приятно. Если вы до сих пор не подписаны, мне будет ешо приятнее, если ты подпишешься. Я посмотрела в аналитику, и 50% моих просмотров смотрят люди без подписки. Как вы можете это делать? В общем, мне будет очень приятно. Если даже и нет, все равно спасибо, что заглянул. В общем, что мы сегодня кушаем? Макароны огромные, которые я сама приготовила, это все с сердечками, с сыром и сливками 33%. Как раз-таки, когда жирные сливки, это получается очень вкусно. Здесь лучок, имбирь, дальше у нас оливки, вода с лимоном и с мятой. Я обожаю воду с лимоном, хотя мне категорически нельзя, но не могу себе отказать в таком удовольствии. Куриные сердечки, это просто блаженство. Печенка как-то не очень мне, хотя она очень полезная. Как ваши дела? Я сегодня сняла два видео, одно из которых мукбанг и просто чисто на запас. Я вам уже говорила, что в августе я поеду в деревню. Я не хочу быстро-быстро приезжать, потому что нету контента на канале и все дела. Хочу недельку отдохнуть, поснимать там контент, походить по гостям. Показать, как люди живут там, в деревнях. Хочу приготовить самостоятельно хлеб в деревенских условиях. Как-то не хочется быстро-быстро-быстро все это делать. Хочется просто от души отдохнуть. Деревенские какие-то заботы. Там в деревне должны быть свадьбы. Как мы собираем олежки. Очень много идей. Вас ждет очень много интересного контента. Буду надеяться, что вы будете это все смотреть. Но для того, чтобы мой канал не пустовал, я не могу пропасть. У меня в голове... У меня в голове это не укладывается. Если я пропаду, вы мне будете изменять. А я за верность, понимаете? Я за глубокие отношения. Макароны со сливками. Это просто рай. Еще с сыром. В общем, контента будет много. Есть одна девушка. Правда, она по-азарбайджански не знает. По-русски не знает. Живет в деревне. И мы давным-давно с ней общались. Потом она вышла замуж. Переехала в другую деревню. Я долгое время ее не видела. Как-то в то время мы не обменялись номерами. А сейчас они с мужем переехали как раз-таки в ту деревню, где мы... Где живет моя бабушка. И вот она мне уже который раз говорит, как приедешь, давай к нам в гости, снимешь влог и так далее. Почему мы не едем сейчас, а едем именно в августе? Могу объяснить. Дело в том, что у нас есть плантации именно грецких орехов. А они поспевают именно в августе. Поэтому, чтобы поездка была и интересная, и в то же время полезная. Тем более сейчас на квартире тоже очень много моментов, которые нужно решить. Просто я не уверена, что вам будет интересно смотреть видео, снятое два месяца назад. Потому что обычно в мукбанках я рассказываю, что я делала вчера. Как дела на квартире? Какие-то новости из своей жизни? Какие-то случаи? А тут получается это событие, которое произошло очень-очень давно. Это как пересматривать старые видео из архива. Канал. Я вот всегда много готовлю, потом думаю, блин, как это съесть? Готовлю всегда голодное. Когда я голодная, я вижу, например, бочку, к примеру, с солеными огурцами. Я думаю, блин, сейчас все это схомячу. А нифига. Давайте поотвечаю на вопросы. Первый вопрос от Дашок. Дашок, тебе привет. Наверное, тебя зовут Даша. Спасибо, что смотришь. Очень приятно. Интересный вопрос. У меня к тебе вопрос, связанный с отношениями. Есть у меня молодой человек, который постоянно сравнивает меня со своими бывшими. Пытается меня как-то изменить. Попросил, чтобы я перекрасилась. Его все раздражает во мне. Я пытаюсь подстраиваться. Вот мне интересно, кавказские девушки, они более подвластны мужчинам. Подстраиваешься ли ты под любимого человека и что бы ты делала в такой ситуации? Я бы не сказала, что кавказские девушки прям так сильно подстраиваются. Есть моменты, например, у меня у молодого человека, ему не нравится, что я делаю так. Но я все равно делаю по-своему. Он просто может там посоветовать или что-то сказать. Например, некоторые откровенные наряды моему молодому человеку не очень нравятся. Дело не в том, что он против откровенных вещей. Просто он считает, что есть какая-то грань между сексуальностью и пошлостью. И он считает, что иногда я эту грань как бы перехожу. Но мне так не кажется абсолютно. Насчет вашего молодого человека, мне кажется, не обижайтесь, конечно, но мне кажется, он просто вас не любит. Когда ты любишь, ты любишь человека с его минусами и плюсами. А когда не любишь, то плюсы человека тебе кажутся минусами. И он тебя начинает раздражать, писить. Мне кажется, неправильно оставаться в таких отношениях вообще, когда тебя пытаются поменять, перекрасить или еще что-то. Моя подруга однажды пошла на свидание. И они что-то там в Тиндере познакомились. Не помню, короче, где-то в соцсетях познакомились. И на первой встрече парень ей сказал «А у тебя, я смотрю, говорит, усики». Это ей стало настолько неприятно. То есть я бы не сказала, что у нее прям такие усики. Она просто была светленькая. И как бы когда волосы белые, многие их даже не убирают. «Ты что?» Слишком часто вот так вот навязываются со своими этими советами. Я не приветствую. Просто я бы на твоем месте сказала «Я такая». Нравится – принимай. Не нравится – иди ищи другую. Я своему сказала так. Какие-то моменты, например, политические взгляды, еще что-то. У нас с молодым человеком, например, как сказать, не совпадают совершенно. Например. Не хочу озвучивать, что именно. Да, ну вообще. И в одежде, не знаю, и в каких-то моментах. И он, например, немного раздражает, что я не знаю ни одного азербайджанского там блогера, каких-то вот этих новостей, что происходит у нас здесь. А я не виновата в том, что у меня в рекомендации выходят другие блогеры. То есть я не смотрю, я не интересуюсь. И что? Я бы вам советовала просто поставить его перед фактом, сказать, знаешь, я не брюнетка, к примеру, да, тебе нравятся брюнетки. Ищи себе тогда брюнетку. Если вы потеряете мужчину из-за этого, пошел он. Найдется такой, который вас будет любить и с этим цветом волос, и с этим характером, и взглядами на жизнь. Вот. конечно, я там своему говорю всегда. Я говорю, что если тебе во мне что-то не будет нравиться, то обязательно говори мне об этом. Например, у меня какой-то идиотский парфюм, ему не нравится, но он стесняется об этом мне сказать. Одна-две вещи. Но если постоянно его все бесит, все раздражает, поменяй в себе это, поменяй то. Сравнивать с кем-то. Ой, как я не люблю, когда меня сравнивают с кем-то. Это прям моя больная тема, если честно. Иногда и подписчики тоже начинают сравнивать, как мне не нравится. Иногда захожу к начинающему к банкерам. Я не знаю, почему, что вы тоже видели. Там, не знаю, начинают меня сравнивать с этим человеком. Даже дело не в том, что, например, в пользу этого человека сравнивают. Например, Райка такая плохая, ты молодец. Или наоборот. Даже когда наоборот, мне это неприятно. Я не люблю любое сравнение. Даже когда мама раньше говорила, там, не знаю, у моей подруги дочка, там, не знаю, поступила на бесплатно. Меня так это бесило. Или мама постоянно, вот, мама была знакомая. Она работала в нефтяном секторе. Сама себе в ипотеку купила квартиру. Мама всегда ее показывала мне в пример. Он говорил, вот видишь, она покупает кремы от Калистар. Айка, видишь? Видишь, она не заказывает одежду Шейн. Ну, к примеру, да? Она покупает в бутиках. Так со вкусом одевается. Не то, что ты, Айка. Постоянные вот эти вот сравнения, не знаю, как вас, но меня жутко раздражают и прям выбешивают. Мой тебе совет. Если все на самом деле так, как ты рассказываешь, мне кажется, просто от такого человека нужно бежать. И вот, когда он будет бежать тебе вслед и просить как бы вернуться, скажи ему, я ни для кого меняться не собираюсь. Я такая, какая я есть. Нравится, пожалуйста. Не нравится, иди ищи себе брюнетку. Нужно уметь выстраивать границы. куриные сердечки, макароны, сливки. Особенно сливки такие смачные, жирные. Это просто, просто можно есть вечно. Одна девочка под видео, где я ем шесть мороженых. Видео, которое я снимала вчера. Она спрашивает, ай, как ты на диете? Шесть мороженых! Конечно, на диете. Так бы я десять ела. А так всего шесть. Я заметила, я немного похудела, у меня сразу нос стал огромный. На этом все. Не забывайте подписываться. Обязательно ставьте лайки. Всех люблю, целую. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok